Лисян L9 в комплектации Max. Почему она подешевела? Вообще непонятно, для чего они сделали эту машину. У нас здесь двухъядерный Snapdragon. Сейчас это лучшие мультимедийные системы, лучшая приборка, да лучшее железо вообще, в принципе, которое стоит в тачках. Он может с приложения выкатывать машину с парковки. Подогрев, продув и массаж десятиточный. Он управляется жестами. Это холодильник. Можно подогревать что-то, какие-то сэндвичи. Ну, в общем, еду делать теплой и можно делать холодной. У нас есть лидар. Я вижу в своей проекции вообще все автомобили. Кстати говоря, у вас налог будет именно со 150 лошадей, а не с 450, которые здесь в сумме набираются. Вообще не вижу отличий от BMW. Не скрипит, сверчков нету. То есть вообще сборка офигенная. Вот этот экземпляр мы продаем китайцы, обошли японцы. Ребята, привет. Как вы видите, у нас сегодня интересный автомобиль на обзоре. Лисян L9 в комплектации Max. И сегодня в этом видео мы поговорим на такие самые интересные темы. Почему эти машины летом 2023 года стоили 9-10 миллионов новые, а сегодня под конец 2023 года, вот на дворе у нас 26 число, эта машина, сейчас ее рыночная цена новая в комплектации Max 7 миллионов. Почему она подешевела на 2-3 миллиона? Сегодня в этом видео мы пройдемся по самому вкусному в этой машине, пройдемся по багам, которые уже русские автолюбители нашли в этой машине. И мы поговорим, самое главное, о ценах на данный автомобиль, какие нас ожидают в 2024 году, потому что на дворе 26 декабря, и уже поступает информация, по которой эта машина в 2024 году станет дороже. В этом видео разбираемся с Лисян L9. Л9 это поистине интересная машина, как и L8, как и L7. Почему люди меняют X7? Мой друг Магомед поменял X7 новую, продал, купил себе Лисяна, катается сейчас на L и доволен. У меня сейчас Костя, мой друг, докатывает GLS и будет покупать себе L9 на подножках максималки. Сейчас мы быстро и сухо пробежимся по самым основным опциям, почему людям нравятся эти машины, почему люди покупают за 7-8 миллионов этого китайца. Давайте разберемся. Я уже в L7 сравнивал эту машину с айфонами, потому что айфоны, у них практически одинаковый дизайн, единственное, у них разные размеры, у них там две камеры, три камеры, у тебя там немножко другой процессор, но в принципе все одно и то же, оболочка одна и та же, дизайн один и тот же, то же самое и с Лисянами. Это одинаковые машины по внешности, у них практически одинаковый дисплей, они разнятся чипами, где-то LED, где-то OLED. Здесь у нас самый максимум, который есть сейчас у Лисянов. Итак, ребята, внешка. Ну что, этот Лисян у нас стоит сейчас в лесу, и вроде бы как-то вот серо, как-то по-зимнему, как-то скучно. И эта машина, вот особенно отойти издалека чуть-чуть, в контрасте со снегом просто выглядит офигенно. Естественно, вот эта монобровь, которая у всех Лисянов выделяется на дороге, ее видно, я уже говорил в обзоре про Семерку, то, что ты идешь по Шанхаю, это дорогой город, там очень много машин с топовыми дизайнами. То есть там что-то старое, что-то скучное встретить достаточно-таки сложно. То есть там вот эти Нио, Лотосы, Зикры, Лисяны. Но даже в Китае ты видишь издалека, что едет какой-то Лисян. Здесь, в Москве, в России нет другого города, где концентрация выше, чем в Москве этих машин. То есть их сразу же видно издалека. Но еще видите, когда ты автодилер, то есть ты, ага, едет тот, о, Зикр стоит, то-то-то. То есть обычный человек, наверное, ну, может быть, на самом деле не замечает. Но я думаю, все-таки эта монобровь, она выделяется среди всех тачек. Вообще, в целом, по дизайну концепция, это у нас GLS, X7. Кто-то даже с рейнджиком ее сравнивает. Ну, не знаю, по-моему, это чистые копии GLS. А у нас девятка доступна только на 21-х колесах. 20-х здесь нету, как в семерке. Клиренс, смотрите, у нас сейчас немножко тачка присела. И у нее, у самой нижней точки сейчас клиренс 13 сантиметров. Если поднять пневму для прохождения каких-то бугров, у нас будет клиренс 21 сантиметр максимум. У нас идет подножка. Почему ее нету в комплектации Max, я не знаю. Вот, она доступна за 100 тысяч рублей. И все ее покупают. Поэтому, если рассматриваете себе Лисяна, действительно, с ней удобнее вообще выходить, заходить в машину. Поэтому обязательно ставьте, как проверяется оригинальность подножки. Потому что есть неоригинальные подножки на них. И они там в районе 40 тысяч рублей стоят в Китае. Если вы ставите машину в режим мойки, у вас пороги и ручки все вот в таком положении. Если вы закрываете дверь, и у вас режим мойки стоит, и пороги складываются, у вас неоригинальные пороги. Поэтому проверяйте при покупке, потому что внешне они выглядят одинаково. Окей, идем дальше по дизайну. Смотрите, вот этот хром мне нравится тем, что вот те же самые японцы, они делают этот хром очень блестящим, а здесь он матовый. И выглядит, ну, его не хочется заклеить пленкой, либо его покрасить, в общем, сделать shadow line. Так, ребята, еще отличие от семерки, то, что эта боржа, по-другому я не назову, 5 метров 21 сантиметр. А семерка у нас 5 метров ровно. То есть, эта машина, ну, прям значительно на 2 сантиметра больше, потому что она 6-местная, она для большой семьи. Но мы попозже зайдем в салон. У семерки крыша, она вот здесь вот уже, она такая более покатая, и вот этой части просто у вас нет. У вас машина покороче. Как смотрится, мне нравится и та, и та машина. И чисто по функционалу, под себя я бы, наверное, выбрал бы, наверное, семерку, потому что это очень большая тачка. Но люди на дорогах, я смотрю, что тут вот, какой лисян едет, и вот прям нету такого, что ездят чаще всего семерки, либо чаще всего девятки. Вот прям 50 на 50. Скажу одно, не ездят в восьмерки, потому что вообще непонятно, для чего они сделали эту машину. Она что по дизайну, что по опциям, вообще непонятно, в какую аудиторию она попадает. Потому что опции все те же самые, что и в 7 и в 9. По дизайну что-то между ними, по размерам между ними, зачем, для кого. Так, ребята, задняя часть. Опять у нас монобровь. Это все от Porsche. Всем нравится. И многие китайские машины, даже бюджетные, делают сейчас одну единую линию. Топики загораются, когда мы нажимаем на тормоз. В общем, вообще просто по стилю мне лисяны очень нравятся. И я в потоке. Прямо вот замечаю их. Я бы срезал бы вот эти китайские иероглифы. Это все в детейлинге ребята сделают. Вообще не будет следов, что здесь там что-то было приклеено. L9 тоже бы срезал бы. Но это так, вкусовщина. На выходных, знаете, видел лисяна в потоке. У него, получается, номера 3 девятки и L9. Он вот это как раз таки убрал. Девятки и L9. Ну, это прям филево смотрится, когда 4 девятки в задней части. В общем, за дизайн ставлю зачет. Эта машина получила Оскар автомобильный в Китае. Естественно, Оскар, он собирается из функционала, отсутствия поломок там каких-то глобальных. То, что на данную машину еще производитель, первому хозяину дает гарантию пожизненную, допустим. Но вообще, если машина уже потом продается между китайскими автолюбителями, пользователями, то они дают 8 лет гарантию на электромоторы, на пневмоподвеску, на редукторы одноступенчатые, на основные агрегаты. Представляете, пожизненная гарантия. То есть, производитель уверен вообще в технической части очень сильно. Оскар еще отдан, в том числе, за дизайн. Хотя весь мир сейчас идет в агрессию. Там Lexus, вообще все европейцы, все идут в агрессию. Только Porsche остается таким кругленьким, закругленным. Но все равно он агрессивен. То есть, у них такие стремящиеся дизайны. Здесь же круглый дизайн, кусочек мыла, но он стильный. По цветам они есть там разные. Там есть зеленый. Ну, в общем, мы вот здесь вам покажем, какие варианты можно выбрать. По мне, самый стиль в этой тачке это черный. Потому что с этой оптикой смотрится только черный цвет. Кожа. А про кожу мы поговорим в салоне. Так, ребята. В салоне у нас тоже очень много фишечек. Давайте посмотрим. Многие пишут здесь кожа NAPA, но кожа NAPA здесь только местами. Допустим, вот центральная часть, это настоящая NAPA. Все, вот здесь на боковушечках это идет искусственная NAPA, но сделана очень хорошо и тактильно очень приятно. Рыжие салоны, они, наверное, появились еще в Infiniti. И эти салоны просто отвратительно выглядят. Я вообще, я смотрел и думал, блин, кто мог это покупать? Но они были популярны. Эти машины стояли дешевле рынка, потому что рыжие салоны не заходили большинству. Но на них были любители. Здесь же у Лисянов они сделали такой цвет и такие сочетания с черной торпедой, с черным полом, с черными элементами прорезинами, что в рыжем цвете, вот в этом, эта машина самая популярная. Вот именно черный на рыжем салоне. Это вот прям очень популярная комбинация. Так, давайте перейдем к опциям. У нас две зарядки под телефоны. У нас там всякие Type-C, тоже мощные, быстро заряжают телефоны. Я просто фанат вообще зарядок телефонов. То есть у меня там всякие зарядки на 60 ватт, на 100 ватт. Мне очень нравится эта история, поэтому я прям такое замечаю и ценю. Так, смотрите. Но самое важное и куда обращают все внимание, это, конечно же, мониторы. У нас здесь двухъядерный Snapdragon. Здесь вообще топовое железо, которое, вы представляете, то есть вот здесь вот мультимедиа. Сейчас мы сюда загрузим пятую прошивку. У нас машина была разряжена. И загрузка прошивок доступна только, когда у вас аккумулятор литий-ионный заряжен более 8%. Если менее, то у вас прошивка не будет загружаться, потому что машина может стать кирпичом. Смотрите, прошивка 5.0 позволит включить английский язык. Сюда надо будет поставить одну программу, называется Settings. И мы в ней выбираем английский язык. И всю эту машину не надо русифицировать, не надо тратить 100 тысяч рублей. И тем более еще русификация в Лисянах чревата тем, что русификация это наши программисты. Они залазят в софт. Как это будет чревато в будущем, когда вы будете заливать новые обновления, непонятно. То есть как будет работать машина, непонятно. То есть так как это компьютер, в общем, вот такие вмешательства. Вроде бы хочется, вроде бы у всех все работает, но не знаю. Я бы остался на английском языке. Тем более вот сейчас все, он будет доступен. Мы семерку обновили до 5.0, отдали ее человеку. Все, он уже все ездит, кайфует. Поэтому, в общем, зато и английский подучите. Итак, возвращаемся к железу. Смотрите, двухъядерный Snapdragon. У нас здесь, прошу заметить, у нас здесь OLED. То есть это самый глубокий черный цвет. То есть вы будете смотреть, как будто в экран самого топового Samsung, либо топового телефона от Apple, где там дисплей Retina. Опять же, зачем такое железо сюда ставят? Представьте, 11 камер. Все вот эти датчики, LIDAR, который рисует вам офигенную проекцию вообще, что происходит спереди с машиной. Третий монитор, который смотрят пассажиры. Плюс эта машина постоянно подключена к интернету. Вот это все надо собирать в кучу, обрабатывать. И чтобы ничего не тормозило, естественно, сюда нужно топовое железо. И сейчас это лучшие мультимедийные системы, лучшая приборка. Да лучшее железо вообще, в принципе, которое стоит в тачках. Даже у Zikra по железу ты смотришь, ну там оно уступает. Но хотя в Zikra вообще никаких лагов и там тоже прекрасные мониторы. Окей, идем далее. Смотрите, все настройки управляем креслами. Вот это кресло можно сделать, что это будет диван. У нас для заднего пассажира. Сейчас мы переместимся туда. У нас здесь руль, который имитирует нам такую маленькую приборную панель. Здесь мы выбираем режимы езды. Мы тут выбираем, какой у нас расход, что у нас за передача включена. Очень удобно, похоже на штурвал. Здесь сенсорные кнопки, вызов, завершить вызов, выключить звук. У нас здесь механические колесики. Вот это очень приятно делать. Ребята на ютубе, которые уже на данных машинах проехали 20 тысяч километров, говорят, ребята, у меня минус 30, у меня ничего не скрипит, сверчков нету. То есть вообще сборка офигенная. Давидыч тот же человек, который тестировал эту тачку, который там накулено на ней ездит. Есть чем сравнить, тоже ставит лайк этой тачке и нет отзывов, что что-то отвалилось. Какая-то кнопка отвалилась, что-то стерся руль, какие-то следы промятости на сиденье, ничего такого на 20 тысячах нет. Но опять же эта машина появилась летом 2022 года, просто еще прошло мало времени. Наверное, 2-3 зимы, 3 годовалые тачки, тогда бы было интересно взглянуть вообще, что с ними будет. Окей, пошли назад. У нас здесь основное отличие от семерки, то, что у нас здесь не сплошной диван 60 на 40, а у нас здесь капитанские сиденья. У нас здесь 6 мест посадочных, вот, и второй ряд у нас выглядит вот из двух вот таких сиденья, у которых есть подогрев, продув и массаж десятиточечный. Кстати говоря, массаж есть у передних, у водителя, у пассажира и у задних. Что мы тут вообще имеем? Мы имеем монитор, который также прошивается. Ну, вот сейчас можно русский язык, там будет YouTube, вот это все будет. Сейчас у нас тачка не прошитая, потому что, смотрите, русифицировать не имеет смысла, потому что, когда мы передадим мастер-аккаунт, это мастер-аккаунт, это как бы ты передаешь вот эти вот все права на автомобиль конечному пользователю, который будет управлять. Он может с приложения выкатывать машину с парковки, вот это очень интересно. Там автопилот, ну, в общем, все фишки, вот прям вот на все 100% использовать можно только, когда у вас есть мастер-аккаунт. Когда мастер-аккаунт передается следующему человеку, следующему покупателю, владельцу, то машина сбрасывается в ноль. Русифицировать не имеет смысла. То есть прошивка 5.0 встанет, русифицировать не надо. Передаем мастер-аккаунт, и человек уже делает то, что хочет. Если вы как бы не хотите связываться с русификацией, вам вот эти вот китайские фильмы, они не интересны, как и вообще всем нам, здесь есть трансляция с планшета. Вы дублируете изображение, которое идет на планшете, на все мониторы можете. Но у водителя, как только он включает драйв, дэшку включает, куда-то поехал, все, у него вырубается мультимедиа, у него включается монитор, который ему показывает все, что ему нужно для вождения. Зато у нас передний пассажир смотрит дублирование с планшета, задние пассажиры тоже смотрят, в общем, этот телевизор в потолке. Он управляется жестами. Мы управляем здесь. В общем, прикольная штука, надо еще научиться. У нас здесь есть мышка. У нас черный потолок, у нас большая панорама. Самое, наверное, интересное, это холодильник. Посмотрите. Такой, он достаточно большой. У нас залезет бутылка шампанского, у нас сюда залезут еще там всякие продукты, мандаринчики какие-нибудь. Ну, Новый год у меня мандарины в голове. Можно подогревать что-то, какие-то сэндвичи. Ну, в общем, еду делать теплой. И можно делать холодной. Вообще. И он там, где нужно. Он не где-то в подлокотнике, как там у некоторых Toyota, Lexus, других автомобилей. Он прям там, где нужно. Доступ очень удобен. Так, у нас здесь управление климатом. И у нас здесь два Type-C на 60 Вт. В отличие от семерки, у нас у заднего правого пассажира, у него не подножка, не вытянуть ноги получается. Хотя места очень много. У нас здесь атаманка для вот этого есть. То есть, все равно ноги можно расслабить. У нас здесь вот такой качественный столик, который без люфтов. Он просто как вот, я не знаю, вообще ни намека на люфт нет. Вот. Очень удобно работать с ноутом, что-то там, не знаю, читать, писать. Даже можно кушать. Вот. И какое удовольствие он приносит своим механизмом в движение. Просто кайф вообще. Я просто люблю такие штуки. Я постоянно AirPods открываю, закрываю. Блин, я вот кайфую от такого. И вот. Вообще. Здесь у нас еще есть подушки. Вот такие. Вот они. Здесь вот есть. Они, их, так, у нас здесь 4 штуки. То есть, для водителя, для пассажира и для двух задних пассажиров. Подушки очень классные, как в Maybach. И я не преувеличиваю. Они действительно мягкие, удобные. И никогда не думал, что подобные гаджеты меня будут радовать тачке. Но. Когда ты садишься. И вот это. Ты просто как будто в постельку свою лег. И если откинуть еще сиденье. Вообще. Закайфуешь. Это все. Это не опция. Это идет в базе. У нас 21 динамик. Музыка хорошая. Там. Отзывы у владельца, которые меняли, получается, каких-то своих европейцев. Там и Ренчиков, и БМВ, и Мерцов. Говорят то, что все-таки европейцы делают музыку лучше. Надо любить музыку. Надо послушать разные. Ну, то есть, вообще разные жанры. И только тогда можно вообще что-то сказать, что музыка лучше, хуже. Вот. Но отзывы у владельца говорят, что все-таки европейские бренды звучат лучше и делают музыку здесь интереснее. Но 21 динамик все равно вам дадут погружение в атмосферу там фильма, музыки. И, в общем, будете кайфовать. Так, ребята, давайте заглянем в багажник. Что тут у нас есть? У нас тут есть. Машина может присесть, если мы будем в нее что-то загружать. Вот она, пневма. Нам ее чуть-чуть подсадила. Кнопочек у нас убирается в третий ряд. И у нас превращается в большой багажник. Для кого третий ряд? У нас либо это ездит большая семья. Вот у меня GLS. Друг, который сейчас докатывает и будет покупать L9. То есть ему третий ряд постоянно нужен. У него три ребенка. Вот. Кто поменял X7 на L9, у него двое детей. Вот. Соответственно, ну, то есть нужен большой салон. Сейчас еще по лизингу у нас одна сделка. Там у Алексея, у него два ребенка и два самоеда. Ну, это собаки такие большие, белые, пушистые. То есть ему вот, ему девятка нужна. И он меняет, кстати говоря, Zikra 001 на L9. Представляете? То есть, как бы, ну, человек хочет большую тачку, много посадочных мест. В багажнике собаки там эти будут. Вот. Либо еще вариант L9 подходит для перевозки босса. То есть, потому что очень много воздуха в салоне. То есть, ты максимально задвигаешь второй ряд назад. У тебя капитанское кресло. Сидеть очень удобно. У тебя есть столик. Можно поработать. Можно покушать. У тебя есть холодильник. Ну, в общем, там больше комфорта. И я думаю, эта машина интересна только в этих случаях. Либо большая семья, либо ездит босс. В остальных случаях, если у вас там двое, там трое, надо брать семерку. Потому что технически по мощности электромоторов, по опциям, по там всяким чипам, всяким приложениям, все одинаково. Выбирайте машину в зависимости от целей. Ребята, давайте посмотрим на техническую составляющую Лисяна. Почему это такая интересная машина? И что движет этой массой 2,5 тонны? Так, смотрите. У нас здесь последовательный гибрид. Это нам технология очень известна от японцев. Потому что ее очень активно используют в Ниссане. Технология называется E-Power. То есть там самый такой широкий представитель этой технологии у японцев. Это Nissan Note. То есть это маленький мотор 1.2, который является генератором. И он питает батарею, электромоторы. И у него привода идут только от электромотора. И ось крутит электромотор. Здесь то же самое. Здесь у нас полторашка на 149,5 сил. Кстати говоря, у вас налог будет именно со 150 лошадей. А не с 450, которые здесь в сумме набираются всеми моторами. И эта полторашка, она заряжает у нас батарею и дает энергию электромоторам. То есть и которые вам позволяют ездить, как будто вы на электричке. То есть и весь крутящий момент 650 ньютон-метров, он вам доступен, как только вы прикасаетесь к педали газа. Вот. Соответственно, вы кайфуете в самом начале. То есть у вас динамика одноступенчатого редуктора. То есть он является здесь трансмиссией, как и вообще во всех электричках и гибридных машинах. Чаще всего используется именно одноступенчатый редуктор. Toyota эксплуатирует в своих автомобилях и ставит туда что Lexus, что Toyota. Это у нас планетарная трансмиссия. Это тоже вид одноступенчатого редуктора. Вот. Поэтому, в общем, сеть машин на редукторах. Здесь у нас полный привод. И реализован он еще как бы старой версией. То есть у нас один мотор крутит ось. Сейчас же круто, да. То есть китайцы, допустим, BID U8 или там Zikara FR. У них по электромотору на каждое колесо. То есть поэтому машина может крутиться на месте. Она там быстрее ускоряется. У них там тысяча плюс лошадей. В сумме все моторы дают. Вот. Вот это уже интересно. Вот. Здесь все простенько. Один мотор на ось. Еще из интересного, то что здесь батарея на 44,5 киловатта. И она больше на 1,5 киловатта часов, чем в семерке. В семерке 43 киловатт часа. Этой машине позволяет данная батарейка проехать 215 только на электротяге. Но в реале она не проедет столько. И погодные условия, и пробки, и светофоры. Она не проедет столько. Все пользуются смешанным режимом. То есть когда у вас работает бензиновый мотор, когда у вас работают электромоторы. Ну то есть режим гибрида. Вот. Тогда эта машина показывает хорошие числа, хороший расход там в районе 7 литров на сотню. И вы ездите без проблем. Она сама себя заряжает там. Вы вообще не вмешиваетесь в процесс. Вот. Это кайф гибридов. И китайцы красавчики тем то, что они в такой серьезный автомобиль поставили эту технологию. Они там сделали реально мощную машину, которая очень динамична, очень круто стоит на дороге. Круто развивает скорость. Очень много весит. И этот вес никак ее не делает медленной. Потому что те же самые японцы, они максимум, что они сделали, это сирена и пауэр, это минивэн. И в 2022 году они поставили систему e-power в свои X-Trail. Там идет полторашка на 144 силы. Прямо вот как почти здесь. И получается у нас кроссовер. Но он меньше, он более легче. И он в три раза дешевле, чем тот же самый Лисян. Поэтому все-таки в гибридах я скажу так, что китайцы обошли японцев. Ну вот, вот эти технологии, они более интересны, что они собрали все это вместе. Они сделали не просто бюджетную какую-то машину, как допустим Nissan. А они взяли топовое железо, топовые опции, кожу, вот эти все подсветки, вот эту оптику. Электромоторы, бензиновый мотор, одноступенчатый редуктор. Вот это все скомкали, получились вот эти вкусные автомобили. Отсюда и популярность. Оскар, автомобильный Оскар в Китае забрали Лисяны. Но это уровень. Итак, ребята, у нас Лисян 9. В отличие от 7 чувствуются габариты. Если вы покупаете Лисян 9, надо учитывать габариты. Если вы ездили на X5, на RX каком-нибудь, то есть такие прям кроссоверы среднегабаритные, то тогда придется привыкать. Но это буквально несколько дней. Если люди привыкают с правого руля, пересаживаясь на левый, либо наоборот. Буквально хорошему водителю потребуется несколько часов, чтобы понять все нюансы. Вот здесь то же самое. Как работает Невма? Вообще не вижу отличий от BMW X6. Все так же комфортно, мягко. Вообще полицейские проходят очень уверенно. Батарейка снизу, литий-ионная, которая добавляет центра тяжести автомобилю ближе к дороге. Тем самым машина очень управляемая. Но она все равно такая более валкая. Так как у нас комплектация Max, у нас есть лидар, который нам прорисовывает вообще что происходит. Я вижу в своей проекции вообще все автомобили. И вы знаете, мы когда в рамках обзора катались, смотрели. То есть какая-то машина стоит и хочет заехать во двор. Там вообще она не в потоке. Ее Лисян тоже прорисовывает. И это очень прикольно. Лидар просто прекрасен. Как он все понимает. Даже упавший конус он тебе показывает. После Лисянов, когда ты садишься за обычную машину, где приборка у нее вот здесь. Пусть даже это будут крутые мониторы. Но уже не хочется смотреть вниз. Потому что у тебя проекция рисует тебе все. Проекция самая лучшая в мире. Все. Об этом говорит сама компания Лисян. Об этом говорят пользователи. Об этом говорят все топовые мировые обзорщики, которым попадает в руки Лисян. А что они сделают, когда выйдет рестайлинг этих автомобилей? Вообще просто, наверное, какой-то будет космос. Маленькая приборная панель, которая на руле показывает нам передачу, скорость. За ней интересно наблюдать. Иногда я здесь смотрю, какой у нас средний расход. И я смотрю здесь заряд батарейки. Потому что за вот этим пунктиком надо очень следить. Потому что это влияет на расход. Когда у тебя разряжается батарея, тебе машина пишет то, что надо зарядиться. Потому что лучше, чтобы батарея была заряжена. Вы здесь в настройках настраиваете режимы, в которых вам машина будет выбирать, что она будет делать сейчас. Она будет заряжать батарейку, либо она ее будет расходовать. В общем, есть разные режимы по зарядке. За полчаса летом быстрая зарядка, примерно 60 кВт. Здесь, кстати говоря, разъем GBT. Он есть уже по Москве очень много. Без переходников вы приезжаете, вставляете. Это чисто китайский разъем, который создан и применяется в китайских машинах. Там в Zikri GBT, в Lysiana GBT и в других китайцах разъем быстрой зарядки. На 60 кВт зарядке за полчаса я набирал 80%. То есть, ну, это прям неплохо. Есть максимум на 80 кВт, которые отдают такие зарядки. На них еще не заряжался. Наверное, за полчаса можно зарядить 100%. Очень много сейчас в торговых центрах уже GBT стоят. То есть, вы приезжаете, ставите машину на внутреннюю парковку, ставите ее заряжаться, уходите там на час, приходите, у вас полная заряженная машина. Вот, очень прикольно. За 80% зарядки я отдавал 400 рублей. Ну, при перерасчете на, там, рубли стоимость бензина машина, там, где-то в 8 раз, она выгоднее, чем, там, допустим, какой-нибудь трехлитровый дизель. Но чистые электрички все равно будут выигрывать по пересчету, сколько вы тратите, там, на каждый километр рублей. Электрички все равно вне конкуренции. То есть, но эта машина вам позволяет. Ты сел и доехал, и вернулся хоть куда. Когда электричка, у вас все равно даже тот же Zikr, который проезжает, там, 400 километров на одном заряде. То есть, ты все равно такой, а, где же заправочка, где же я заряжусь. Так, ага, я вот там вот могу остановить. Ну, то есть, у вас всегда есть напряжение. Вы всегда смотрите, сколько заряда осталось. Гибриды, ну, дают вам расслабленность. Итак, ребята, гвоздь программы. Почему эти машины летом 23-го года, когда первые птички залетели в Россию, и почему их продавали 9-10 миллионов. Кстати говоря, центры официала Мерседеса взяли на себя миссию по продаже лисянов в России. Но до сих пор нету какого-то официального сервиса. То есть, все идут слепую, как эта машина работает технически, как ее обслуживать. И так как еще не было серьезных поломок, поэтому это еще до сих пор история, покрытая мраком. Вот, как бы мало времени прошло. Итак, возвращаемся к стоимости. Почему эта машина стоила 8-9-10 миллионов, а там конец 23-го года она стоит 7. И даже есть варианты там 6-850, 6-900. Вот этот экземпляр мы продаем за 6-900. Вы это видео смотрите в 2024 году. И эти машины, вероятнее всего, стоят дороже. Сейчас объясню почему. Смотрите, машина стала стоить дешевле к концу 23-го года не потому, что у нее нашли какие-то ошибки, какие-то поломки начали появляться, какие-то демпинг цены идет в Китай, и они стали стоить дешевле. Нет, ничего подобного. Данный автомобиль, когда его начали привозить в Россию, просто маржа людей, которые перепродавали эти машины, она была очень высокой. То есть там реально на машине делали где-то 2 миллиона чистыми по прибыли. И этих машин становилось все больше и больше. Там привозили дилерские центры серые, параллельный импорт. Там под заказ люди начали возить. Кто-то там одну, кто-то 5, кто-то 10. Привозит. Просто предложений стало на рынке больше, и, соответственно, цена начала падать. В итоге вот сейчас самый низ, это 6,907 миллионов рублей. Это все. Ниже этого, я думаю, цен уже больше не будет. На дворе 26 декабря 2023 года. Сегодня, вот буквально несколько часов назад, у меня поступила информация о том, что таможенные ставки поднимают в Кыргызстане. Соответственно, эта машина уже станет дороже. Там 20% от каталожной стоимости. В общем, примерно где-то там на 100 тысяч рублей больше она будет таможиться. Но это еще не все. С 1 января 2024 года Китай вводит налог на дорогие электрокары и на дорогие последовательные гибриды, которые стоят более 300 тысяч юаней. Налог на роскошь. 10%. То есть эта машина стоит в районе там 450 тысяч юаней. Это уже, ну, то есть мы попадаем плюс 45 тысяч юаней, а это, извините меня, более полмиллиона. И еще в 2024 году нету точной даты, когда отменят возврат НДС экспортным компаниям, которые эти машины поставляют во все за пределы Китая. То есть это еще 10%. Китайцы его сейчас возвращают, дилеры, и поэтому они как бы не считают НДС. Они его вернут себе чуть попозже, после того, как эта машина выйдет из Китая. Сейчас они этого не смогут делать. И еще плюс 10%. То есть это еще плюс миллион. К данной стоимости плюс миллион рублей. То есть эта машина в 2024 году, вот прямо вот с самого начала года, подорожает минимум на миллион рублей. И вообще это касается Zikro, L7, L9, всех последовательных гибридов. Давайте подведем итог. 7 миллионов вот в L9 за последовательный гибрид, 450 сил электрических, маленький налог. У нас здесь кожанапа, 21 динамик. У нас здесь три топовых монитора. У нас топовое железо, 11 камер, безопасности, автопилот, автопарковка. У нас здесь пневмоподвеска. Ну, соответственно, там и жесткость убирается, и высота. У нас здесь интересная внешность. У нас здесь лидар, третий ряд. Массажи, продувы, подогревы. И еще есть опции, уже не такие там суперинтересные, но все-таки эта машина прям вся там, вся светится, вся вот... Это гаджет очень крутой. За 7 миллионов рублей в конце 23-го года. Это просто супер цена, потому что BHX7 стоит 15, GLS стоит 18-19 миллионов новый. И там некоторых опций даже нету подобного уровня. Итак, ребята, подводим итог, где покупать Лисяна. Смотрите, у нас подобные машины частенько бывают в наличии в Москве, в Владивостоке также. Мы их можем отправить в Краснодар, вообще в любой город. Смотрите, подобные машины есть еще всегда в пути. Они идут с Китая, они есть с Бишкека на Москву идут, тоже можно купить у нас по хорошей цене. У нас открыт офис в Бишкеке, где мы можем по Киргизии посмотреть новые автомобили. Их очень много выставлено на рынке, в разных цветах, в разной коже, с разными опциями, комплектациями. Здесь их всего две. Здесь нету Aero, здесь только есть Max и Pro. Мы можем найти для вас подходящий вариант в Бишкеке и отправить его на Москву, на Новосибирск, на Владивосток, вообще в любой город. Цены очень хорошие. Либо мы можем для вас заказать эту машину в Китае, с завода, с индивидуальными какими-то расцветками, которые вы хотите. В общем, мы вам предложим все выгодные варианты и самые оптимальные по срокам и по стоимости. Ребят, поэтому напишите внизу комментарий, пожалуйста, вообще, как считаете, достойна ли эта машина Оскара в России? Она круче, чем BMW, она круче, чем Mercedes, Range и основные ее конкуренты из Европы. Заслуженно ли она получила машина года в Китае? Ребят, буду ждать ваши комментарии. Поставьте лайк, обязательно не забудьте про комментарии. Подпишитесь на канал, у нас еще будут другие китайцы. Скоро будет автовыставка в Китае, куда мы обязательно поедем, покажем вам новинки и, возможно, Лисян выкатят весной новые какие-то модели, которые мы ожидаем. Они, кстати говоря, показали мини-венбас в третьем году полностью на электротяге. Называется Лисян Мега. Ребят, до новых встреч. Пока. Компания Сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сферокар. Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Компания Сферокар.